МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотите всерьез по-жёсткому? А давайте сегодня всерьез по-жёсткому. Есть такой стишочек для мобильного телефона. Про то, что человеку всё задолбало. Так вот у меня тоже кое-что задолбало. Знаете что? Я обещал Эльдорадо начинуть. Так вот натягиваю. Ребят, вот автостоп за базар свой отвечает, да? А такая сеть, как Эльдорадо, нет. И, в общем-то, это специфично для всех кредитных организаций. Не надо все вот эти кривые понты колотить о том, что вот сходите и получите кредит. А не получите, обломайте 90%. Особенно 0, 0, 0, 24. Всё то же самое и в большинстве автокредитных организаций. Это скрытые проценты, которые внезапно выросли. И, соответственно, возможность ваш автомобиль застраховать. Не навязчиво так по каске вы летаете. Такие бабочки, что просто мама не горы. Что делать? Ну, есть два варианта. Смириться. И пускай вас имеют. Или немножко подстроиться и купить себе автомобиль, который вы будете иметь, в смысле, наслаждаться этим автомобилем. Разумеется, такие автомобили японского производства. Это пункт А. Теперь пункт Б. Тот, кто наезжает на японцев. И тот, кто говорит, да я вот, типа, куплю новый автомобиль. И он будет блестеть и краской пахнет. Ну, будет блестеть и краской пахнет в ближайший месяц-два. Экологию нашу вы знаете. А насчет внутреннего выбранства то же самое. Очень редкий у нас спец ездит каждый месяц на чистку салона. И, соответственно, по пробегу этот автомобиль станет не новым тоже. Через месяц-два, если вы усиленно эксплуатируете. А мы сделали все по-другому. Приехали в Таяму автор, что он на Ленина 18. И в очередной новый автомобиль. Вот японского автомобильного производителя. Такой автомобиль я не хотел раньше тестировать. Потому что, ну, предвзятое отношение у меня есть с Mitsubishi Lancer. Сверхдорогой. Не самый надежный. И неправильно разрекламированный, понимаете? И, кстати, в варианте с японским Mitsubishi Lancer все совершенно по-другому. Недорогой. Обалденный. И классно сделанный. И вот для японии Mitsubishi они надежные. Я не совсем понимаю этот подход маркетологов, которые поменяли вот эту красивую морду. Бельненькую Mitsubishi Lancer Cedia. А вот это непонятно что. Подобно Ford Focus. Все-таки ему не надо так обезьянечить, подорожать. И такого Mitsubishi Lancer, конечно, в левом руле вы не найдете. Потому что не будет там в коробке автомат, а вы будете заниматься анонизмом с механкой. А взрослые ребята, в конце концов, поняли, что вот это не делает взрослый дядька. И даже Porsche 911 Twin Turbo он на роботизированной коробке. Эти автомобили имеют ту самую ценовую категорию, которую я бы назвал более чем приемлемой. То есть, в принципе, я вам сейчас небольшой совет открою, как купить себе автомобиль до 300 тысяч. Вы знаете, ваши наверняка родственники, они их тоже в банке немножко так это имеют. То есть, берут-то они под 9-10% выдают кредит, если берут деньги у населения. А выдают кредит под другие проценты. Ну, в принципе, вот я так поступил, взял у своего дядьки деньги. И в результате позволю себе первоначальный взнос на более дорогой автомобиль. Но вы можете этим заниматься и купить себе вот такой автомобиль. С проявленным, ну, примерно 70 тысяч километров. С салоном с непрожженным, где пластик, да хоть задолбительство, не скрипит, не свистит. Субтитры сделал DimaTorzok